Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Вместо 95 в 2013 году. Сумма НДС, подлежащая к уплате в бюджет, выросла в 3,6 раза. С 57 на 203 миллионов рублей. За этими цифрами определенная позиция правительства области и результат совместной работы с прокуратурой, полицией, ФСБ, Следственным комитетом. Также в прошлом году проверки проходили на предприятиях торговой и строительной сферы. Они доначислили почти 1 миллиард рублей. Программа Экономика. Сайт Кировской администрации предлагает заплатить налоги. На порталах МО Киров и Аднкиров.ру появился специальный баннер. Он ведет на страницу сервиса налоговой службы для уплаты налогов физических лиц. Там можно сформировать платежки на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов, налога на доходы физических лиц и штрафов за несвоевременное представление декларации. Налоговые службы опасаются, что выполнить план по налогам в этом году будет затруднительным. Чтобы снизить риск неисполнения бюджета, налоговики собираются бороться с серыми зарплатами и работой без оформления, применяют лояльные подходы к добросовестным налогоплательщикам и еще другие способы пополнения бюджета. Город снова продает дом быта на Филейке. Администрация объявила о приватизации здания на Октябрьском проспекте 16А и участка земли под ним площадью 1500 квадратных метров. Начальная цена имущества 27 миллионов 700 тысяч рублей. 12 миллионов из этой суммы плата за землю. Здание построено в 68 году. Сейчас там располагаются магазины, ателье и парикмахерское. Дом быта по программе приватизации город пытался продать еще два года назад. Цена была выше в полтора раза, 45 миллионов рублей. Покупателей тогда не нашлось. В завершение валютах доллар в пятницу прибавил 56 копеек и стоит 61 рубль 27 копеек. Евро снизился на 29 копеек и стоит 68,69. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова